Люди, которые находятся в определенном состоянии садханы, которое называется ритамбарапрагна, могут слышать звуки за пределами спектра. Пранамая Коша состоит из 72 тысяч нади, 108 активных энергетических центров в теле или чакр. Измерения, позволяющие человеческой системе эволюционировать до наивысшей возможности, используя эти 108 звуков, называется нада-йога. Сегодня общеизвестно, что все существование — это реверберация энергии. Или, другими словами, все существование колеблется между физическим существованием и вибрацией. Итак, источником всего физического в существовании, согласно современной науке, является реверберация или вибрация. Это было распознано егидическими науками много тысячелетий назад. И было сказано, что все существование — это звук, потому что там, где есть вибрация, обязательно должен быть и звук. Вибрация — это только описание, но восприятие человека... Все вибрации мы воспринимаем как звуки. Среди всех вибраций, которые происходят в мироздании, не все доступны человеческому уху. Спектр звуков, которые порождаются вибрациями творения, не полностью доступен человеческому уху. Доступна только небольшая полоса частот. Это то, что мы называем «слышимыми звуками». То, что выше этого, называется ультразвуком. То, что ниже — инфразвуком. Как инфразвук, так и ультразвук недоступен человеческому уху, если человек не развивается, не делает необходимую садуну, чтобы выйти за пределы своего ограничения восприятия малой полосы частот. Люди, находящиеся в определенном состоянии саданы, которое называется ритамбара прагна, могут слышать звуки, выходящие за пределы этого узкого спектра. В противном случае, большинство людей ограничены этой небольшой полосой частот. То, что мы называем музыкой, это более утонченная организация этих звуков, которые творение уже создает. В частности, индийская классическая музыка исходит из очень глубокого понимания человеческой системы, потому что весь наш жизненный опыт, по сути, происходит внутри нас. Свет и тьма происходят внутри нас. Звук и тишина происходят внутри нас. Радость и страдания происходят внутри нас. Агония и экстаз происходят внутри нас. Любой человеческий опыт происходит только внутри нас и никогда вне нас, потому что мы — основа нашего опыта. Все, что мы делаем, основано на природе нашего «я». Основываясь на этом, музыка выделила определенные измерения тела, которые реагируют на звуки, генерируемые нами, или звуки, которые приходят к нам. Человеческая система рассматривается как пять кош или пять слоев тела. Анна-Маякоша, Манна-Маякоша, Прана-Маякоша, Вигьяна-Маякоша и Ананда-Маякоша. Среди этих пяти наиболее значимой является Прана-Маякоша. Прана-Маякоша состоит из 72 тысяч нади, которые встречаются и перераспределяются через 114 значимых путей, или, другими словами, в человеческой системе есть 114 распределительных узлов. Из них два находятся вне физической природы, а 112 — внутри. Из этих 112 14 находятся преимущественно в пассивном состоянии. Итак, 108 активных энергетических центров в теле — это чакры. Исходя из этого, эти 108 делятся на правую и левую части формы Иды и Пингалы. Они разделены таким образом по 54. Основываясь на этом, мы создали санскритский алфавит, состоящий из 54 звуков. Когда эти 54 звука находят проявление, в женском и мужском начале всего в итоге получается 108 звуков. Эти 108 звуков, эти 54 звуков в двух различных оттенках или двух различных проявлениях, в сумме составляющих 108, имеют большое значение. И вся музыкальная система развелась из этих 108 звуков. Так что суть индийской классической музыки в том, чтобы прикоснуться к этим 108, или активировать эти 108 чакр, или точек в теле, которые приведут к естественной эволюции человеческого существа до более высокого уровня сознания. Музыка никогда не была просто формой развлечения. Она была способом развития индивидуального человеческого существа в универсальную сущность. Итак, это направление активации человеческой системы, измерение, позволяющее человеческой системе развиваться до своей наивысшей возможности с помощью этих 108 звуков, называется «надо-йога». Так что индийская классическая музыка развивается из этого фундаментального процесса «надо-йоги». Если человек слушает музыку с необходимой вовлеченностью или вовлекается в процесс, который мы называем классической музыкой, речь идет не только о приятных ощущениях для тела, не только о приятных эмоциях, через которые проходит человек. Это способ, это метод выйти за пределы навязчивых циклов жизни, выйти за пределы этих циклов, чтобы достичь абсолютного процесса освобождения. классическая музыка это утонченный и замечательный способ постичь себя. Это один из самых замечательных способов преодолеть свои ограничения и достичь наивысшей возможности. Есть много способов сделать это, но именно этот является замечательным и прекрасным. музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok